Мужчине прилично, вот, вот, какие у нас есть мужчины, которые первые до 50 тысяч рублей. С этими мужчинами спать нельзя. Вообще, в принципе, никому, ни одна женщина не должна с ними спать никогда. Максимум – это очень какая-то дешевая проститутка и то, которая, ну, не может ничего лучшего себе найти. То есть у этих мужчин секса быть не должно. В принципе, в природе у них секса и нет. Если мы возьмем с вами львиный прайд или какую-то стаю обезьянок, то там у мужчин, которые являются низкоранговыми, они сексом не занимаются с самками. Более того, самки их от себя гоняют. И все остальные самцы, которые являются средним высокоранговыми, гоняют этих мужчин от самок. То есть они не должны размножаться в принципе. Мужчины от, ну, как бы, от, грубо говоря, 80 тысяч рублей до 250, да? До 250 тысяч рублей. С ними можно пытаться выстраивать отношения, пытаться их качать. Тут что-то может получиться. Можно даже с ними иметь интимные отношения, если они в вас вкладываются. Потому что, в принципе, на каком-то уровне кому-то, да, из девочек, это, ну, это уровень кого, да? То есть уже какие-то девочки на этом уровне находятся. То есть уже 150-200 тысяч может позволить, мужчина уже может снять девочке квартиру и уже давать ей на еду, только на еду. Это уровень секса за еду, да? За еду, за жилье. Можно? Ну, какое-то время можно. Если вот здесь он растет, если из этого состояния его можно вытащить наверх, классно, нельзя, следующий. Значит, это пока мы имеем работу по найму. Это пока мужчина, который в фазе роста, который еще не, либо он не растет вообще, либо он в фазе роста. Далее. До миллиона рублей. До одного миллиона. Правильно я говорю? Так было вчера? До одного миллиона рублей. Это уже мужчины, с которыми можно выстраивать отношения. Уже длительные отношения, уже мы за них более-менее держимся, да? Уже мы им служим, уже мы что-то... Здесь тоже можно в верхнем уровне им служить, но только 3 месяца, пока мы его качаем. Да? Если мы понимаем 3 месяца, все, ну все. Да? Здесь можно служить, уже можно пытаться устраивать отношения, можно уже рожать детей и как-то поддерживать с ними общение в дальнейшем. И со своими, и таких мужчин должно быть в окружении много, которые до миллиона рублей, которые будут вашими, там, друзьями, знакомыми, круг общения, там, парнями, подруг, да? То есть это все мы как-то общаемся с ними. До миллиона рублей. И дальше то, что у нас от одного миллиона. И что важно понимать, самое главное, что было от одного миллиона, от до и от одного миллиона. В чем между ними разница принципиальная? До миллиона еще лучше. До, 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 до миллиона. Да. До миллиона он еще не все умеет. Не все умеет. А этот уже умеет. Знаете, девушка, вы еще учитесь или уже умеете? Вот этот еще учится, а вот этот уже умеет. Ему тоже нужна поддержка. Ему тоже много что нужно, но мы сегодня в основном будем говорить вот про вот эту историю. Здесь работает все то же самое. Единственное, что вам не нужно будет ему навыки какие-то. Учить его, ну, давать ему понимание о навыках. Да? Что нужно делать. Здесь уже у него навыки эти сформированы. При этом-то как себя вести надо, саму себя вести. При этом он уже все умеет и все знает. Да, когда он все умеет и все знает, ты должна соответствовать.